так да значит товарищи поздравляю с началом нового учебного года с возобновлением нашего кружка который хотя и несколько позже начался неделю мы сочканули из-за организационных неурядиц со стороны ведущего но за что слушатели я думаю глубоко благодарны причем не довольны не было занятий довольны надо извиняться сегодня у нас по очереди идет тема норма прибавочной стоимости игровая седьмая капитана но прежде чем начинать эту тему ввиду того что длительный был перерыв мы наверное все позабыли уже надо вспомнить вообще структуру капитала и как она берется это когда берется как она участвует в производстве стоимости да откуда прибавочная стоимость ну во-первых напишем эту формулу знаменитую и соответственно к со штрихом который более толстый выше всех этих перед игрок c плюс вами плюс как и называет ее маркс но и потом мы увидим что вот это м она в парне может называться дельта в почему вы называется переменным капиталом но это мы увидим чуть попозже а сейчас давайте так сказать вспомним о составляющих c у нас здесь что это как вы понимаете вот я чтобы немножко здесь проиллюстрировать у нас на параллельной кафедре на включить когда еще в политехе работал один товарищ общался с эстонскими фермерами а на какой ниве эти фермеры они примерно как вот эти абстрактные работники портные ткачи и так далее из первого тома капитала покупали в европе где-то станки с чпу и ставили прямо за перегородкой в коровниках свинарниках где-то там у себя и покупали значит пруток заготовку и вставляли этот пруток в станок и у нас потихонечку чух 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 штуцеры для гидравлики нарезал там резьбу гаечку накручивали они падали в корзину то есть это вот как раз вот здесь c здесь что такое у нас это сами средства производства все это постоянный капитал постоянный капитал это понятно раз цель здесь марсе случайно взяться от слова константа константа постоянный капитал а вот что вот здесь как вот вы бы расписали конкретно потому что вообще говоря дьявол кроется и в деталях и не случайно вот большая заслуга михаэра васильевича и докеров ленинградских в том что они расписали стоимость рабочей силы до подробно потому что вроде бы там что там зайти перекусить вроде мне хватит там 50 тысяч вот а вот эти как начнешь расписывать то тут и вылезает все это вот для этого примера которая привел вот фермер у него там коровник в коровнике этот станок степу вот что такое цех ну кстати у фермера если он мелкий производитель то там капитала нет капитала нету да рабочий у него работает это я зря сказал вначале про это как человек из этого из первого дома нет это такое тоже человек с этой гравы которые себе батрака на эту работу вот что здесь есть постоянный капитал ну получается сам этот кусок земли на котором не по содержанию цен ну это на лицах доктора какие-нибудь нет так давить так нашим штуцером на выходе у нас штуцера имеется корзина со штуцерами которые можно проверить стоимостью каштвих да это самое постоянный капитал 1 особенность и характера черта капитал часть капитала часть капитала часть вот эту как-то вложены средства производства средства производства это орудие и предметы труда то есть стану а вот это это орудие труда 50 тысяч долларов а а вот это 50 тысяч долларов вот нет есть еще значит постоянный капитал еще раз повторяю капитал вложенный в средства производства есть такое понятие в политической экономии средства производства средства производства включают себя орудия труда и предметы труда вот станок это орудие труда а предметы труда это проволока который будет вставляться станок электричество потребляемое масло всякие смазки и так далее а вот сам коровник это кто это тоже средства производства это производство а дрова которыми отапливается когда средства производства это средства производства это средства производства это первая характерная черта постоянного капитала это часть капитала вложены средства производства есть 2 наиболее существенная которая нам понадобится для вот рассмотрения вопроса норму привычной стоимости. Вот это самое. Он не меняет процессы производства стоимости, он не меняет своей величины. Значит, это электрованночная. Только, наверное, вот это С здесь, это не стоимость станка, стоимость коровника и так далее. А это та часть, которая была в ходе производства вот этой корзины со штуцерами, переносена на штуцера. Это все правильно, вы сказали. Но Маркс рассматривает это, так сказать, в чистом виде для начала. И делает предположение, чтобы не усложнять на данном этапе развертывание вот этой цепочки категорий вопрос, значит, запутались бы окончательно. Делает предположение, что этот капитал полностью потребляется, эта часть капитала полностью потребляется. А, то есть мы понимаем, что станок и коровник полностью сточились за этот день ради этой корзины штуцеров. Да. Но на самом деле, наверное, все-таки надо посмотреть, что если этот станок там предназначен для изготовления миллионов штуцеров, а мы за день изготовили 100 штуцеров, то, соответственно, это получается стоимость станка, делим, на 10 тысяч. Да. И вот это вот входит в эту цепь. То же самое. И если коровник у нас рассчитан на 25 лет, а он за один день, какую часть от этих 25 лет он простоял, соответственно, тоже это вот это цепь. Ну, а если там эмульсия рьется, то тогда это, она вылилась и вылилась, дровами топится, дрова это тоже сюда все попали на день. А если масло, скажем, в станок заливаем, масло меняется по производству у каждых 10 тысяч штуцеров, значит, масло здесь 1 сотая от общего, то, что мы потратили на то, чтобы залить в станок. Вот это вот. И в этой скрупулезности, у Маркса здесь есть пример расчета таких, вот очень скрупулезных. В этой скрупулезности, в общем-то, имеется великий смысл. Потому что если все скрупулезно не учитывать, то разоришься, если ты капиталист, а если ты представитель рабочего класса, ты не поймешь, как тебя эксплуатируют. Тебя можно будет сбить стоп. Значит, а те, почему он называется постоянным-то капитаном? Еще раз. Это вам, значит, так сказать. Чуть-то, что у него постоянного-то? Он устарчивается, изнашивается. Ну, потому что он остается неизменным. Совершенно верно. В процессе производства стоимости он не меняется. Да, в процессе производства. Значит, а как это так? Станок изнашивается, а постоянного капитала не меняется? Вот мне непонятно. То есть, стоимость не меняет величина стоимости, она переносится полностью на готовый продукт. То есть, стоимость КНК у нас уменьшается, потому что станок через 10 лет эксплуатации, он имеет не такую стоимость, как новый станок. Иван Михайлович. Но она не исчезла совсем. Нет, Иван Михайлович, то, что вы сказали, совершенно правильно. Но это вопрос уже, скажем, последующий. Сначала предположение такое, что предположение до нашего исследования, что вот этот цель, постоянный капитал, полностью... А, он сзади источился у нас. Да. Да, такой станок, который сзади станет. Да. Чтобы нам понять суть процесса производства стоимость. То есть, такое понятие абстракции. Абстрагируется того и другого. Вот обратите внимание, у Марса при анализе в капитале только два класса. Рабочий класс. Два капиталистов. Да. Потом появляются земельные собственники в третьем томе капитала. Да. А другие классы нет, даже не успел закончить. Третьих классов. Да, то есть, и получается, что этот капитал, он остался... Он перешел... ...постоянным. Он перешел... Стоимостью. Стоимостью готова. То есть, вы смотрите, станка теперь вашего как бы нет. Его осталось только на помойку отнести. Это тоже, кстати, стоимость, которая вошла в стоимость станка. А вот корзина со штучерами, вот теперь вот здесь эта стоимость. И туда вошли стоимость, скажем так, бензина, дров, как вы сказали, электричный, масел, смазок и так далее. Да, 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 это все постоянный капитал. А вот В, что это за переменный капитал, а почему он переменный? Это цена рабочей силы, получается. Вы же правильно сказали, что С, это постоянный капитал, часть капитала, даже посмотрите, это часть капитала, вложенные средства производства. Соответственно, В, это что такое? Другая часть капитала, правильно? Вложенная куда? При названной буквой В, а слово variable, то есть переменная. Часть капитала вложенная, рабочую силу. А что, что такое переменная? Стоимость, это стоимость рабочей силы, совершенно правильно. А почему перемены? А да, чуть-чуть как договорился, так и не делали. Чуть-чуть, чем? Как договорился. Ну, это в каком-то учении, это так же, как вот мы, когда проходили форму стоимости, да, там конкретный, там, ткач с конкретным портным постречался, и портному вот так нужен по завес, там, от хорста, и он там не за 20 аршин, там, а за 10 аршин хорста, там, два сектука, отдах, но в среднем, это цены, они, конечно, скрадываются, и вы здесь, как бы не договариваетесь, какие-то фруктуации, может быть, это мы уже ведем речь не о стоимости, а о цене. А в какой стоимость рабочей силы вообще? Стоимость? Вот у нас, кстати, по партии, вот в партии сколько уже, с мая месяца, у нас ворна очень большая идет, это подсчет стоимости рабочей силы по разным регионам, это такое, по профессиям, у кого какая стоимость рабочей силы, а вот что это, вот товарищи, которые это посчитали, они уже знают очень хорошо, что это такое, а вот что это, стоимость рабочей силы, это конечный продукт, конечный капитал, минус постоянный капитал. Ну, какой вы хитрый. V равняется K-C, хорошо. Конечно, мы можем так делать. Но это можно сколько угодно здесь. Можно так считать. Это автология называется. Можно так считать. Я не хочу вас обидеть, но то, что вы говорите, называется это автология. Вот, а все-таки по определению, стоимость рабочей силы, что такое общестоимость? Вот как здесь человек новый. Что такое стоимость? Начнем с того, что еще стоимость рабочей силы. Стоимость – это затраты труда на производство вещи, абстрактного труда, величина во времени она. Для того, чтобы вас накормить, обуть, одеть, тепло подать, чтобы мы тут все в тепле сидели и так далее, чтобы поддерживать, короче, жизнедеятельность, вашего организма, нужны затраты человеческого труда. Поэтому вы, ваши дети, тоже имеют стоимость. А вот эту стоимость, это рабочая сила вообще, это способность к производительному труду. И вот чтобы эту вашу способность к производительному труду поддерживать, чтобы вы не умерли с голода, а вашу квалификацию повышали, вас учили, вас лечили, вас кормили, вас одевали, для этого очень много людей должно потрудиться. Вот затраты их труда, это и есть стоимость рабочей силы. Это стоимость товаров и услуг, необходимых для нормального воспроизводства рабочей силы. А значит нормальное воспроизводство? Что это вообще, если вы хотите пожить, да и помереть, это не хитрый очень. Вам надо принести потомство, его научить, чтобы когда вы умрете, вместо вас, на ваше место рабочие, встали бы другие. И вот все это входит в стоимость рабочей силы. А как договоримся, это называется цена рабочей силы, которая фруктуирует в данном конкретном случае, в том числе и вот... И вверх и вниз. Да, в том числе в зависимости от красновещия вашего, а если ваш собственный окажется более красновечив и убедителен, она ниже того будет, чем стоимость. Да. А если вот какой борьбы не ведете за повышение заработной платы, как цены рабочей силы, то ваша цена рабочей силы, зарплата, упадет до минимальной стоимости, которая необходима для вашего физиологического выживания. Вот в организации, где я живу, бывают зарплаты 21 тысяча рублей. Это физиологическое выживание. Это на грани физиологического робота. Зарплата. А борьбы там никакой нет. Ну, можем же мы тоже идти от капитала так, да? Это капиталистический подход к вычислению... Нет, нет. Вы чего-то тут хитрите. Вы видите... Вы придете, что-то капиталистический подход. Мы исследуем беспристрастно и научно структуру капитала. Маркс показал, что беспристрастно и научно эту структуру могут исследовать только коммунисты. А буржуазные ученые, так называемые, над ними давляет необходимость обосновывать справедливость капиталистического строя. Поэтому они этим не занимаются. Поэтому у нас коммунистический подход, научный объективный доход он переменной почему переменной топчу райбах совершенно верно стоимость вот вы как капиталист выражили это называется маркс сам же называет это авансированием капитала вот это вот к просто к без шриха катого это авансированный капитал вы его выражение для того чтобы получить карта штриху ансированный капитал от разве непостоянными перемены ли капитал вместе авансированный не хотел сказать в есть версия при повышении в смотря на формулу повышается как а что значит повышение в это что такое в это ну зарплата рабочего скажем так это мы считаем здесь первом томе считается что все расчеты производится по стоимости рабочей силы никак договорятся вернее все расчеты производятся по стоимостям здесь никак говорится вот какая есть стоимость вашей рабочей силы необходимая для нормального воспроизводства столько вам и заплатили и вот капиталист я должен купить этот станок, который сточится за один день. Я должен купить коровник, который там сточится тоже за один день, рухнет после этого, как мы закончим свою производственную деятельность. Я должен купить дрова для обогрева коровника. Я должен купить масло-эмульсию для станка, висцы и так далее. Они тоже сейчас сточатся за один день. Это С. И я должен вам выдать В. Вот эту вот зарплату. Это все мои затраты. А что получается на выходе? А на выходе я получу ради чего весь этот огород-то гражу? Чтобы получить К. Где С осталось постоянное. Этот аванс, что я вам заплатил, остался постоянным и никуда не держся. А осталось вот это М. Появилось вот это Р. Почему? Потому что свойство товара рабочего С, рабочая С, производить стоимость больше, чем стоимость его самого. Производить прибавочную стоимость. Вот станки такой не обрадают. Поэтому они и С, константа. Станок никакую прибавочную стоимость вам не произведет. А вот В, пожалуйста, что произойдет? И Маркс чуть дальше он говорит так. Плюс дельта В. Вот тогда сразу становится понятно, почему это переменный капитал. Вот это М, это на самом деле дельта В. Вот это вот. И поэтому В это переменный капитал. То есть рабочий своим трудом создав стоимость больше, чем Ну, кстати, Анастасия. Да. Ну, что ты вывод тогда? Переменный капитал, это часть капитала. Часть. Часть. Капитала, вложенный в рабочую силу, и который в процессе производства меняет свою величину стоимости, а именно об этом. Да. Настался один вопрос. Каким путем, каким образом капиталист, авансируя капитал, который состоит из двух частей, из постоянного и переменного, как бы соединяет в процессе производства, вот принадлежащие ему средства производства, как вы сказали, коровники, станок, с рабочей силой. Рабочая сила функционирует. И вот каким путем происходит соединение. Давайте вспомним, что труд в товарном производстве, труд на производство товара, носит двойственный характер. То есть, с одной стороны, он является конкретным трудом, трудом в особой целесообразной форме деятельности. То есть, труд плотника отличается по своей целесообразной деятельности от труда, там, токаря, или, как вы сказали. Оператор Станка Чипова. Да, оператор Станка Чипова. А с другой стороны, он является затратой труда в физиологическом смысле. Как затрата труда вообще, трудом абстрактным. Времени. Совершенно верно. И вот, чтобы обойти вот эту проблему, вот, вот великое открытие Марса, я напомню, что на одном из писем писал, что у него первый том огромный, да, еще второй, третий. У меня на самом деле два открытия. Подвойственный характер труда, создающий товар, и тайна прибавочной стоимости. Значит, возвращайся. Значит, в процессе, так сказать, производства, посредством конкретного труда, стоимость средств, это, и сейчас речь идет о создании стоимости, в том числе, новой стоимости. Конкретным трудом рабочий переносит стоимость средств производства на готовый продукт. Вот поэтому целиком переносится, она не меняет величины стоимости. Хотя, Иван Михайлович совершенно правильно сказал, что различные части средств производства, так сказать, по-разному участвуют в этом процессе. Коровник 25 лет просто частями переносит, пока мы опускаем этот вопрос. А вот это, так сказать, абстрактным трудом, абстрактным трудом, он создает новую стоимость, то есть, создает эквивалент стоимости рабочей силы и некую дельта, прибавочную стоимость. Вот таким образом разрешается, казалось бы, на первый взгляд, это неразрешимое противоречие. Все. Это можем закончить и дойти дальше, если нет вопросов к Ивану Михайловичу. Да, какие тут вопросы? Так все ясно. А вот как же вот это получается, что рабочему заплатили В, а он произвел В плюс М? Как это вот так такие чудеса-то происходят? Рабочее время-то у нас как делится? На необходимое рабочее время и... А что такое необходимое рабочее время? Это, то есть, часть рабочего дня, которое вот рабочий воспроизводит свою рабочую заработную плату. Это воспроизводит необходимый, так называемый, продукт. То есть, без которого не будет самого рабочего. Ну да, необходим. Вот, необходимый продукт, это необходимое время. Есть прибавочное время, В течение которого рабочий производит уже прибавочный продукт Прибавочный продукт, он необходим для капиталиста Без этого капиталист не будет капиталистом То есть это вообще говоря, не браж какая-то капиталиста Не следствие какой-то ахчности или там гнусных качеств капиталистической натуры А это такое же необходимое условие существования капиталиста Как В – это необходимое условие существования рабочего Рабочему для своего существования необходимо пить, кушать, одеваться и так далее А капиталисту, чтобы быть капиталистом, необходимо иметь вот эту прибавочную стоимость М Иначе К у него со штрихом не будет и капиталистом он не будет И, кстати, тоже умрет с голоду Опять же, так что поэтому это вот ничего личного, чисто бизнес И получается вот это вот прибавочный продукт Можно сказать, что если прибыль постоянно, скажем, ноль или минус То это вообще не капитал вращается Он же должен быть самым возрастающим А можно сказать, что это вообще не капитал? А вы хотите сказать, что капиталист терпящий убыток – это не капиталист? Вот я и спрашиваю А это вот сложно, Виктор Иванович А что вы скажете по этому вопросу? Является ли капиталистом капиталист терпящий убыток? Вы бегаете далеко вперед О! Это будет? Предполагается, на данном этапе исследования, что капиталист получает им Он капиталист А капиталист, который не получает эту прибыль, он не капиталист Не капиталист Или в ноль, или в минус – это не капиталист Он разорится И пополнит В догосрочном плане, да Но в догосрочном плане ведь И пополнит Значит, давайте так, определение капитала А что, по своему понятию, не капиталист Капиталист тот, кто производит прибывающиеся Есть и фирма АМД потерпела убытки в какой-то год Они в этот году не были капиталистами Нет, были капиталистами Но это мы подальше Да, прибыли нету сейчас И убытков нету Это уже прибывающие Это категория третьего А, прибыли, вы говорите, сейчас Я думал, что-то случилось в новой экономике Да, они же как инвесторы идут Не, не надо бегать вперед Все, 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 это мы уже попрыли Попрыли уже, да Вот, не будем путаться Значит, вот такая вот Да, и потом, что-то еще надо иметь в виду Что вот это В Необходимые затраты на содержание работника Они характерны для всех Эксплуататорских, общественно-экономических формаций Нет В В? Нет А как же? В рабовладельской В рабовладельской Не было никакого В Не было, так сказать, товара рабочей силы Нет, это не товар Я говорю о Эксплуатация была И было разделение Тоже был необходимый продукт Необходимый для существования Прибавочных Не было товара рабочей силы Там был Ну товар, это можно не стоять Я согласен, что это не переменным капиталом В переменного капитала Как капитала, конечно, не было тогда И стоимости не было И стоимости Но продукт необходимый Деление продукта необходимой Прибавочной Это было Вот И то же самое при феодальном строе Да То есть Это формы Экономические формы Каким образом Облекается Это деление Продукта необходимой Прибавочной Различает Эксплуатацию Общества Сейчас Что было сказано Ладно, не буду Вот Тут часть рабочего дня В продолжении которой Совершается Это воспроизводство Я называю Необходимым Рабочим временем А труд Затрачиваемый В течение этого времени Необходимым трудом Необходимым для рабочих Потому что Независим От общественной формы Их труда Вот как у Марса сказано Необходимым Для капитала И капиталистического мира Потому что Постоянное существование Рабочего Является их базисом Так что Это вот Необходимое Блин Ну это да Это для Я согласен Что через все Тут так нельзя говорить Через все Формации О А тут еще Где-то было хорошо Ну да Создание стоимости И превращение Рабочей силы В труд Тоже такая фраза Превращение Рабочей силы В труд Вот Труд абстрактный Потому что Стоимость создает Абстрактный труд Ну а на это Мы отвыклись Так вот Значит Норма Прибавочной стоимости Что это за Величина Норма Прибавочной стоимости Это Или как ее еще Называют Степень эксплуатации Это Дельта В Получается Так Дельта В Дельта В В Умноженное На сто Процентов Она в процентах Обычно Вот И если Как в большинстве Примеров Маркса Указано Что В течение Двенадцатчасового Рабочего дня Наиболее Распространенного На период Написания Первого тома Капитара Шесть часов Рабочий Работает На Себя Это Прибавочное Необходимое Рабочее время И шесть часов Прибавочное Рабочее время Значит Сколько Получается Пятьдесят Пациентов Если шесть Значит Здесь шесть часов И здесь шесть часов Что получается Один Умножить на сто Сто процентов Значит Девятнадцатый Сергей Викторович Там будет видно И себя в демок написать Да Видно Видно Значит Девятнадцатый Век Век Значит Это Примерно Какой там Буквой там Маркс Обозначает Это А он тут Никак А вот Норму Прибавочной Стоимости Мштрих Мштрих Что-то я не вижу Ну а Мштрих Мштрих Маленький Мштрих Совершенно верно Равняется Вот Тут Мштрих Ну по Марксу По крайней мере Видите Равнялась Сто процентам Можно сказать А вот Сейчас В двадцать первом Веке Она у нас Чему будет Равняться Парочку Переставили Вынули Отсюда Поставили сюда И что Изменилось Считается Что сейчас В общем-то Так Где-то Среднеинтегрально Восьмичасовой Рабочий день Господствует Да А сколько Времени Рабочий Тратит На Необходимое Для себя Для своего Воспроизводства Время Сколько Времени Это заставляет 40 минут 40 минут Значит Эта цифра Прозвучала Весной На лекции Виктора Георгиевича Догова О потребительно Стоимостной Экономике Василия Яковлевича Измеева И она В общем-то Перекликается Потому что Недавно Был сделан Замечательный Дократ Владимира Александровича Кучука На научной Конференции Где он Конкретно Уже По данным Мировых Агентств Ведущих На Новолипецком Металлургическом Комбинате Гражданину Лисину Принадлежащим Обнаружил Что Это Рабочее Время Составляет 1,4 Часа Но Современные Методы Статистики Они Не разделяют Работников На рабочих И нерабочих То есть Там взяты Все Работники Комбината Включая Возможно Генерального Директора Даже Так как Далеко не все Из этих Работников Создают Собственно Прибавочную Стоимость То получается Вот Где-то Около На рабочего Где-то Около 40 минут Ну пускай Часа Возьмем Час Начинается Сейчас Рабочий День 8 часов А Необходимое Время Составляет 1 час Сколько Получится Процентов Сейчас 12,5 Чувак Нет Наоборот А Наоборот Конечно Тогда Получится Да Больше Наоборот 700 Нет Ну давайте Все-таки Посчитаем Все Все Обижены 800 Да То есть Значит Дельта В здесь Равняется 7 7 часов Работает На Хозяина Человек И В Равняется Одному В чем Это 1 Это Такая Щадящая Несколько Оценка Ну возьмем Мы ее Вот И получается 7 На 1 Это 7 И умножить На 100 Получается 700 Процентов Значит Это Еще раз Что Характеризует Вот Эта Норма Прибавочной Стоимости Степень Эксплуатации А почему А Почему Вот Марксом Задает Вопрос И Отвечает Что Норма Прибавочной Стоимости Является Точным Показателем Степени Эксплуатации Почему Я всем Задаю Вопрос Да Потому 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 Что Эксплуатируется Работник Во Время Дельта В Поэтому Это И Степень Эксплуатации Он Эксплуатируется Все Время Просто Как Все Время В Как бы Он Работает На Себе То есть Возвращаемся К тому Чему Начали В течение Рабочего Дня С Абстрактным Трудом Необходим Рабочий Создает Новую Стоимость Состоящую Из В Плюс М Часть Этой Стоимости Составляет Его Необходим Рух Идет В виде Зарплата А Другая Часть Безвозмездно Присваивается Капиталистом Которую Создал Рабочий Рабочий Создает Она Присвоит Эта Часть Новой Стоимость Она Присваивается Капиталистом А что Как у нас Этоплатация Тогда Вопрос Сразу Почему Норма Норма Стоимости Рабочей Силы Это Именно Зарплата Это Зарплата Норма Стоимости Рабочей Силы Нет Такого Показателя Есть Стоимость Рабочей Силы Мы сейчас речь ведем о норме прибавочной стоимости. На данном примере Марс сделал допущение, что заработная плата соответствует стоимости рабочей силы. И получается, что даже при этом соответствии капиталист остается прибавочной стоимостью. Да. Если бы степень эксплуатации была такая же, как во времена Маркса, зарплату можно было бы смело увеличить в 4 раза. Тогда бы рабочий работал 4 часа на себя, и 4 часа на капиталиста. Была бы 100% норма прибавочной стоимости. Если хотите, давайте мы здесь на конкретном примере, что я считал по Новороссийскому морскому торговому порту. Посчитаем. Да. Доктор экономических наук Мазур, по-моему, он же говорил про 40 минут. Я посчитал, если 40 минут отрабатывают свою стоимость рабочей силы, то тогда 1100%. Вот видите. Предприятие так и есть. Вы хотите, давайте посчитаем, если это можно убрать. Или пускай. А сейчас можно и убрать, наверное, уже. Почему нет? Попробуем сейчас потереть это дело. Так, хватит вам столько места? Конечно. Можно черным для разнообразия, можно зеленым. Без разнообразия. А как им хотите? Давайте. Значит, сейчас предприятия обязаны публиковать свои отчеты, раскрывать карты, скажем так. Но не все. Нет. Все делают. Другое дело, что прячут. Не все карты, я хочу сказать. Ну, берем ту статистику, которая есть. Значит, Новороссийский морской торговый порт. Достаточно современное производительное предприятие. Ну, пожалуйста, я сейчас озвучу цифры годового отчета за 2017 год. За прошлый год как раз вот уже где-то все это есть. Итак, значит, средняя заработная плата, они с гордостью нам пишут, 56,3 тысячи рублей. Средняя зарплата. От удокеров? Слушайте, средняя заработная плата. Ваша мысль бежит быстрее моей, Иван Михайлович. Правильно. Сюда включается все. Заработная плата генерального директора, членов совета директоров, в том числе и докеров. Мы делаем допущение, нам не выявить, сколько докеры получают. Поэтому будет считать, что, наверное, 56 тысяч. Значит, средняя зарплата имеется 56,5 тысячи рублей. Так что докер, значит, меньше еще получается. Ну, конечно, меньше. Это Новороссийск. Итак, средняя численность рабочих. Вот редкий случай, когда в годовом отчете компании, организации, не только среднестатистическая численность персонала всего, но и рабочих. Прямо по рабочим. Да, так есть графа. Рабочие. 2 тысячи 206 человек. Слушайте, а это самое, а зарплаты по рабочим нету, да? Нету. Мы можем только сделать предположение, что она ниже, конечно. Средняя по температуре. По больнице. Ниже. Но уже экспертным путем. Температура. Можем экспертным путем сейчас определить, как вот вы скажете. Да, это 50, я думаю, может, для простоты расчета. Ну хорошо, 50. Тогда у кого есть калькулятор, прошу сделать расчет. Значит, мы сейчас определим фонд оплаты труда. Годовой. Фонд оплаты труда. Равняется. 50 тысяч. 50 тысяч на 2, 206. Нет. Умножить на 2. 206. Умножить на 12. Ну вот еще отчисления фонда мы пока брать не будем. С этой зарплаты. 1,3 миллиарда. Да. 1,5 миллиарда рублей. Как это? Ну вот так-то вот. Ага. А там просто 50. 50 тысяч. Все. Тысяча, конечно. Я извиняюсь. 50 тысяч. Давайте уж. Это? Тысяча. У вас там средняя зарплата. Да. Сделаю предположение, что средняя зарплата до ка в 50 тысяч. А, ну и считаем? Конечно, меньше. Да, ну меньше, конечно. Но считаем только по рабочим. Фонд оплаты труда рабочих. И сделать допущение, что по статистике, скажем так, бухгалтерской, фонд оплаты труда еще увеличивается на сумму отчислений фонда, которая идет на издержки, на капиталистические издержки. Мы пока здесь не берем. Пенсионный фонд. Вот это и сказал. Это где-то на одну и три десятых. Да, на одну и три надо. Ну а как нужно? Пока давайте так, потом посчитаем. Значит, вот годовой фонд оплаты труда рабочих составил, по нашему экспертному заключению, 1,3 миллиарда рублей в 2017 году по Новороссийскому морскому торговому порту. Валовая прибыль Новороссийского морского торгового порта от основного вида деятельности. Основной вид деятельности это погрузка и разгрузка составила годовая прибыль. А что вы говорите, валовая прибыль? А какая еще бывает чистая? Чистая, да. Валовая прибыль составила, я округляю, 18 миллиардов. Там интересно. Если брать чистую прибыль, чистая прибыль составила 30 миллиардов рублей. О как! На самом деле из валовой прибыли, чистая как получается, из валовой прибыли вычитается налог на прибыль. Он составляет 20 процентов. Но, как выясняется, там все запутано на специалистов. Это целый акционированный конгромерат, масса дочерних предприятий и по всей видимости они в чистую прибыль перегоняют прибыль других своих организаций, в том числе одного из порта на Дальнем Востоке. И тем самым чистая прибыль у них оказалась 30 миллиардов. Ну, я специально сказал, валовая прибыль по основной деятельности. То есть мы сравниваем. Основная деятельность – это погрузка и разгрузка товаров в Новороссийском морском торговом порту. Вот эти рабочие своими руками это делают. Поэтому берем эту валовую прибыль. А в чистой больше оказалось? То есть за счет других махинаций? Нет. Туда вошли не только основные виды. Спекуляция лодкой и так далее. Да нет. Они перегнали прибыль других своих дочерних предприятий. Вот и все. А те дочерние предприятия остались без прибыли? Ну, очевидно. Этих данных нет. Конечно. А там, говорят, денег нет. Это другой вопрос. Давайте не будем. Пока. Да так. Дальше у нас вариантов будет много рассчитывать. И что является М-штрих? Это отношение прибыли 18 к заработной плате рабочих, умноженное на 100%. Ну, сколько получилось? Сейчас посчитаем. 18 на одну силу 30. На 100 метров. 1384 процента. 1384 процента. Вот, пожалуйста. Значит, любой может взять отчеты любого предприятия, посмотреть и посчитать. Есть там отчет у них данные за 16-й год, за 15-й? Цифры где-то? Виктор Иванович, эта цифра очень хорошо коррелирует. Олег Иванович Мазух. Вот о чем я сказал. Сколько получилось? 1100? 1100. Ну, вот на этом передовом, с точки зрения капиталистического предприятия, передовое, вот получалось еще выше. Это самое. Олег Иванович. Анатолий Иванович. Анатолий Иванович. Анатолий Иванович Мазух. Вру. Олег Иванович Мазух. Он там привел цифру по Нивиномыскому азоту. То же самое. Фонд оплаты труда, общий не по рабочим, а общий Нивиномыскому азоте, там стоп-менеджерам и так далее, миллиард рублей. Прибыль, а выплата дивидендов, 21 миллиард. То есть, это 2100 процентов. Там даже не миллиард, а где-то 900 с чем-то миллионов. Общий фонд оплаты труда. Ну, причем, это, конечно, эта цифра будет заниженной, потому что рабочих, конечно, там в этом вот 900 с чем-то миллионов фонда оплаты труда на Невиномасском азоте, там рабочих, конечно, доля какая-то... То есть, там здесь масса, получается, дополнительных моментов, которые любой может здесь учитывать, не учитывать и так далее. Я предлагаю здесь закончить этим примером и, Иван, двигаться дальше. Вот, Маркс предостерегает от того, чтобы считать... Давайте выговорить, если вы станете это стирать, вот это такая штука еще есть. Это самое, Маркс предостерегает от того, что, как многие делают, дескать, вот нам же надо учитывать тоже и вражение. И действительно, по сравнению с Марксовыми временами, цена значительно выросла. И отдельные жулики от капитализма, они вот тут приносят пример, что это самое... Вот, допустим, у нас К равняется С плюс В плюс М. Значит, это у него 410 вроде бы, да? Да, 410 фунтов стирмингов. Постоянный капитал. Здесь 90 и здесь 90. Видно, что у нас М на В это будет 100%. Но и стюминки, которые считают, пытаются считать, как 90, 400... Вернее так, 90 на 500, 9 на 410 плюс 90 на 500. И получается 0,18. Мира цифра, которая, как пишет Маркс, отношение... Низкий уровень которого расколга бы господина Кеви и других проповедников гармонии. Значит, на самом деле, это не норма прибавочной стоимости, это норма чего? Прибыли. Прибыли. Норма прибыли. Вот это норма прибыли. Вот это надо четко зарубить себе на носу и ни в коем случае их не путать. Потому что, если начнут вам так считать и говорят, да, батенька, это не норма прибыли. Это норма прибыли, она в степени эксплуатации ни в коей степени не затрагивает. И сейчас, я думаю, она еще меньше. Потому что соотношение постоянного и переменного капитала постоянно меняется в сторону постоянного капитала. Основные фонды, они занимают все большее место вот в этом расчете. Это, как говорится, забегаем уже в третий том капитала. Отношение… Нет, это неплохо сейчас вспомнить и на заметку еще взять. Отношение постоянного капитала к переменному, ЦКВ, Маркс назвал, который определяется его техническим строением, Маркс назвал органическим строением капитала. И все, так сказать, период развития капитализма показывает тенденцию к росту этого органического строения капитала. И, соответственно, снижение нормы, средней нормы прибыли. Но мы видим, что норма эксплуатации, то есть прибавочная стоимость… А нас интересует, как трудящихся, борющихся за повышение зарплаты, должна интересовать именно вот эта величина. Но какую сумму там закуплено оборудование, это никого не интересует. Все равно стоимость этого оборудования, на какую бы сумму оно ни составляло, хоть тут ноль прибавь, хоть убавь, это совершенно не важно. Она вся переносится на стоимость вновь созданных изделий. Нас, как подвергающихся эксплуатации, или выражающихся интересы, подвергающихся эксплуатации, это ни в коей мере не должно интересовать. Это постоянная величина c. И когда мы, я думаю, по знанию математики тут все обладают более-менее, когда мы берем производную, у нас производная от константы ноль. Нас интересует возрастание здесь. А производная от константы, она ноль. Ну, c штрих, если под штрихом производная имеется в виду. Производная от константы ноль. Радные граждане математики. Не буду вас смущать больше. Это самое. Поэтому это, конечно, на нас не интересует. А степень эксплуатации вот она. И мы должны понимать, что все эти истошные вопли о том, что денег нет, это вопли ни о чем. То есть вот она норма прибыли. Господа хорошие, повысьте зарплату в 4 раза, и оставайтесь с нормой прибыли, ой, с нормой прибыли, нормой прибавочной стоимости, какова она была, тогда-то там. Вот еще и хватит с вас. Ну, куда этому Мельниченке, владельцу Невиномысского азота, 21 миллиард дивидендов минус 900 миллионов, 20 миллиардов. Ну, куда ему столько? Ну, столько не съесть. Ну, хватит с него 5 миллиардов. Ну, во, хватит. Нет, Иван Михайлович, это с точки зрения ваших, с точки зрения рабочих. А капитал по определению, мы уже говорим, что такое самовозрастающая стоимость? А это да. Нет пределов самовозрастания капитала. А это да. Это да. Но, к сожалению, гражданин Мельниченко, нельзя сказать, чтобы особо куда-то это вкрадывал, в какое-то производство. Он его, может, и вкрадывает, но он вкрадывает, как так называемый инвестор, во всякие там фонды и так далее. Я не капиталист уже, но психология у него осталось. Хочется все больше, больше, больше. Да? Вот каждому капиталисту хочется яхту не видеть больше, чем у Промовича. Да. То есть он же вкладывает эти деньги не в новые комбинаты, не в новые невиномышские азоты там по всей России, а он их куда-то там пристраивает. Вывод капитала. Это он сам сидит за рубежом, и туда, так сказать, все это вывод денег. Это он никак капитал туда вводит, он и там не заводы строит. Где эксплуатирует там и развивает промышленность и так далее. Это вывод денег. Так что вот. Это, ну и последнее, что надо было. Да, как раз успеваем. Вот. Это вот Марк здесь упоминает, что сейчас сеньор, такой защитник капиталистов, он говорит о том, что якобы прибыль вся, она создается в последний час работы предприятия. И если мы этот последний час урежем, то капиталист останется вовсе без прибыли. Вот что бы вы на это сказали. И поэтому в рабочее время уменьшать, это вообще говоря, вот на один час уменьшишь, до этого была прибыль, хоть небольшая какая-то, а вот на один час уменьшишь, и все, не будет прибыли, и предприятие встанет, и все пойдем по миру, и капиталисты, и рабочие, и не сможет оно функционировать. Во что здесь можно сказать? Что бы вы возродили гражданину-сеньору? Последний рабочий час такой же обыкновенный, как и первый. А в чем вот эта обыкновенность-то выражается? То есть, наверное, в том, что никак он не отличается от всех других, да? И вообще, мы вот говорим, что час там это самое, если, скажем, рабочего перевели на полставки здесь, и он работает не 12 часов, как в примарте было принято, а 6, ну и на полставки его перевели. Это что значит? Значит, тут у нас получилось не 90, а 45, да? Ничего нет. И тут 45. И всяких средств за эти полставки рабочий перенес меньше. Другое дело, что тут можно, конечно, сказать, что этот коровник, который на 25 лет, его все равно надо топить, и он все равно это самое стоит, тут может быть какое-то, конечно, снижение эффективности. Искорки там ночью спать не должны, и так далее. Ну и тем не менее, понимаем, что вот переносится все-таки и меньшее число средств производства, и меньшее затраты В, и, соответственно, поэтому уменьшение М здесь ровным счетом ничего не мешает. И не надо забывать, что при расчете нормы степени эксплуатации, нормы прибавочной стоимости, мы делим М на В. И здесь вообще для нас ничего не меняется абсолютно. Норма прибыли может измениться, да, но только норма прибыли. А в минус прибыль все равно никак нельзя сказать, чтобы она ушла. И в этом смысле первый час никак не хуже последнего. А то, что сократили, кстати, сократили на рабочий день, так значит, нанимают других рабочих еще, борис с безработицей. И точно так же ничего, тогда точно ничего не изменится. Работает ли один рабочий у нас 12 часов, и получая при этом 90 чего-то там, или работают у нас два рабочих по 6 часов, и получают по 45, от этого в этой формуле вот абсолютно ничего не изменится ровным счетом. И причем надо сказать, что вот такая странность со стороны капиталистов, что они не любят увеличивать трудовые коллективы, а любят сверхурочные. Хотя во время сверхурочных работники вроде бы как получают больше, и вроде бы как прямой резон есть нанять дополнительных рабочих на вторую смену, и платить им нормальную заработную плату, чем просить остаться на вторую смену рабочих обычных, и платить им в повышенном размере сверхурочные. Вот почему такое происходит? Вроде бы это так вот, если тупо подходить формально, это прямой убыток капиталистов. А ведь как? Каждый новый рабочий 40 минут он на себя работает. А если... И что? А во время второго рабочего дня, если у него, скажем, сверхурочные оплачиваются в двойном размере, он уже будет не 40 минут на себя работать. А сколько там? Час 20. 80 минут он будет работать на себя. И может в двойном размере обращивать все курочное. Ну это... Неужели они прям думают о том, что нужно армию безработных поддерживать? Или у них какое-то другое вы имеете в виду резон? Ну безработица нужна, поэтому как бы нельзя всех устроить на работу. Иначе, если такое будет, будет дефицит рабочей силы, не будет безработицы, тогда придется зарплату повышать всем. А это совсем плохо капиталистам. Во-первых, они борются с увеличением продового коллектива. Много рабочих. Это капиталисты прекрасно сейчас знают, что это большая беда для предприятия. На Кировском заводе когда-то работало 42 тысячи человек, сейчас работают 8, и они все разбросаны по разным фирмам. Это капиталисты совершенно четко понимают. Это раз. А потом, при использовании своих урочных, это еще писал Маркс, снижается стоимость рабочей силы. Падает зарплата. То есть, зарплата, с одной стороны, вроде бы как растет номинально. Но не надо забывать, что в нынешних условиях, по крайней мере, зарплата номинально может оставаться на прежнем уровне, но она будет падать, потому что инфляция все время идет какая-то. И вот здесь есть такой способ. Значит, когда вначале капиталист набирает рабочих на нормальную работу, на нормальный рабочий день, он все-таки вынужден платить стоимость рабочей силы. Хоть даже минимальную какую-то, только на выживание назначенную, но должен. Иначе они перебрут. А вот когда они начинают, подсаживаются на наркотик сверхурочных работ, то что происходит? Они работают сверхурочно. Вначале им от этого хорошо. То есть у них растет. Но потом капиталист видит, что это, они за повышение рабочей, заработной платы-то не борются. У них зарплата вроде бы большая с этими сверхурочными. Потом они работают по 12, а то и больше часов. Они от этого тупые. Они приходят домой, плюхаются в постель, там выходные пьянствуют. И он, так сказать, а зарплату у них сегодня... Кол договором некогда заниматься. А? Кол договором никогда не ставят. Конечно, какой кол договором еще. И у них поэтому зарплаты все падают, падают. И через какое-то время они уже замечают, что если они не будут... Когда-то они могли получать нормальную, ну, на уровне стоимости рабочей силы, зарплату за 8-часовой рабочий день. А тут они уже, если они перейдут назад, вернутся на 8-часовой рабочий день, они уже не смогут получать эту зарплату. У них уже зарплата, соответствующая стоимости рабочей силы, она им за 12 часов платится. На самом деле. Всего естественных причин, повышение, понижение там стоимости рубля и так далее. А у них сил нет бороться, переходить на 8-часовой рабочий день. И вот они уже сидят и ходят, и все ходят, это традиция, если ты не будешь ходить сверхурочно, на тебя товарищи будут еще смотреть, как на драмоеда. И это уже установилось, и все очень хорошо на 12-часовой рабочий день за стоимость рабочей силы. Это вот такой далеко идущий план. Марк здесь чуть дальше будет это все описывать подробно. У него у товарища такое произошло на работе. Где-то в 7-м году он устроился, они сверхурочно начали работать. 40-45. Сначала им было хорошо. Да, сначала очень хорошо. А потом подсели. А теперь уже 40-45, но по 12 часов это мало. Вот, 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 вот. То есть, они, так сказать, это уже ромка. То есть, как и на наркоту. Подсел. Вначале хорошо, а потом как бы это уже нормально, а без этого ромка. Так, товарищи, все ровно, идеально прямо. Все что закончили? Здорово. Так, а мы еще не закончили. А что у нас на следующий раз? Рабочий день глава. Открываем. Да, слушайте. Самое интересное вышло. Рабочий день. Приделы рабочего дня. Читается как роман. Да, то есть, мы продрались через сложные вещи. Значит, ну, накуда дойдем-то я даже... Прочитать все надо. Всю, да? Конечно. Рабочий день, восьмая глава, да, всю надо, конечно. Она достаточно длинная, но она это самое, но она читается легко, и это вот... Там история вопроса. Да. И вот тут некоторые такие вещи, в частности, вот, рабочие в Англии тогда бились за 10-часовой рабочий день в противовес 12-часовому рабочему дню, даже с учетом снижения пропорционального заработной платы. Ну, я предлагаю всем прочитать. Да, всем прочитать. Если бы первые три параграфа... Нет, да все, она легко прочитается, нормально, за две недели можно прочитать это в парне. Чтобы каждый готов мог по параграфу... и каждый мог, чтобы по параграфу сказать. Товарищи, учитесь так сказать, говорить, надо рассказывать, учиться рассказывать и связанно излагать свои мысли. От этого будет напрямую зависеть ваше благосостояние в будущем. Я прям рады, товарищи, имею в виду, нам уже поздно. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!